Нынешний курортный сезон в Абхазии опережает прошлогодние показатели. В прошлом году Рицинский реликтовый национальный парк только за майскую декаду посетило 9 тысяч человек. За аналогичный период прошлого года посетили 16,5 тысяч людей. Можно сказать, что только сейчас курортный сезон Норицы вступает в законные права. Дальше разгар лета, а затем бархатный сезон. Но сегодня мы постараемся узнать, готов ли сам парк к принятию огромного количества гостей. В прошлом году вином и медом, который мы не могли определить ни его производителя, ни что же это такое за продукция, занимался гостандарт. Я понимаю, что они работают параллельно вместе с нашей службой. У них в их деятельности есть закон о защите прав потребителей, который основной для них документ в своей работе. И, естественно, моя задача обеспечить безопасность той продукции, которая действительно зарегистрирована в республике. Их задача уничтожить все то, что не является вообще продукцией питания. До самого озера Рица, которое так привлекает туристов, почти 40 километров. Однако и по пути есть на что посмотреть. Водопады, реки, озера. Не забегая вперед о туристической деятельности парка, я сразу хочу сделать акцент на очень важную деталь. Спустя почти пять лет в Рицынском реликтовом национальном парке начал возрождаться самшит. Наверное, это новость, о которой сами сотрудники говорят в полголоса. Ведь приложив огромное усилие, им все-таки удалось добиться результата. Нигде нету на сегодняшний день фактически естественного возобновления самшита ни на юге России, ни на Кавказе. У нас самшит дал вегетацию хорошую. У нас молодняк пошел, у нас отростки пошли. В этом году мы провели развлечение. Огневка появилась у нас. Вот. И дали мы знать министерство Савелья Михайловича. Он быстро отреагировал. Приехали, полечили. И все, затишье. Насколько оно протянется, не знаю. Я думаю, до конца мы сезона протянем без лечения. Так что с самшитом явно борьба прошла. Владоносное дерево, вот посмотрите, вот здесь вот семя, где у нас, вот, которое со временем осыпется, пойдет подрост у нас. Вот, пожалуйста. И так же во всех лесах у нас будет. Мы, честно говоря, довольны тем, что мы постарались сохранить. Рядом вот элементарно пикниковые места, которые мы сделали именно на этой территории, до трех штук. Вот, приезжает наше население. То его не было, тут пошел подрост. Вегетация пошла. И довольны. Все смотрят посреди самшита пикниковое место. Отдыхают люди. Едем дальше. Рисенский заповедник разделен на пять лесничеств, в каждом из которых по три охранника. На участке 18-го километра заповедника расположился один из основных лесничьих домиков. В прошлом году именно на этом участке был открыт еще один маршрут, который не менее интересен. Дорога ведет к дальменам третьего и второго тысячелетия до нашей эры. Этот дом предназначен для того, чтобы проводилась инспекция и зимой, и летом на территории национального парка. В первую очередь, все идет у нас по сезону. У нас есть, когда основной зимний период, это чтобы не вырубали елки, защита природы нашей, леса у наших. Вот, охрана рыбы, поддержка дороги, то, что у нас производится ежедневно. Вот, и общая охрана, то, что инспектора находятся по смене, мы должны безопасить туристов, мы должны, естественно, наших ребят, как сказать, наше население с детьми, которые приезжают зимой и летом. Естественно, идет патрулирование каждый день. Это утром, естественно, в обед, и также вечером общий обход уже идет, как выйдут все наши туристы. У нас в 2015 году, когда парламент принял закон о особо охраняемой природных территориях, мы тоже были участниками, мы тоже говорили, что ритм перенасыщена всякими вот этими постройками. И в 2015 году через КПП никто не смог провести ни одну доску. Если единственное, вот предприниматели, если после снега что-то там сломалось или что, они просто проводят косметический рюм, но новых построений у нас на территории ритм-парка нет. Оно, понимаете, как я понимаю, каждый предприниматель хочет заработать, но это отражается на природе. А мы должны эту природу сохранить. Все-таки это же реликтовый национальный парк. Находясь в конкурентной туристической среде, нужно быть конкурентно способным. За каждого туриста необходимо бороться. И здесь важно все. Цены, качество обслуживания, а также качество продукции, которые предлагают гостям в неких импровизированных выносных магазинчиках. Проще говоря, все должно соответствовать необходимым стандартам. Не успели сделать первую остановку и сразу же нарушение. Забегая вперед, хочу сказать, я не специалист в вопросе государственных стандартов. Но перед тем, как выехать на съемку, я проконсультировалась со специалистами и могу привести вам вот такой небольшой пример. На любой продукции должны быть указаны хотя бы сроки изготовления и годности, не говоря уже о том, где и кем был собран и упакован, к примеру, мед. Обойдя рынок на Голубом озере, ни у одного продавца не удалось найти продукцию, которая соответствовала бы нужным стандартам. Если говорить по поводу меда, то, в принципе, за вот этот 2018 год у нас всего 11 образцов было, то есть половину из них принесли сами производители, половину – наши инспектора, которые ездили на отбор проб. У нас не то, что недостаточный контроль, а недостаточные рычаги, чтобы как бы урегулировать вот эти все вопросы. Нету этих рычагов. Если я почему говорю, потому что я и работал в советское время, долгие годы, тогда были рычаги конкретные, которые мы могли запретить, реально запретить, реально снять реализацию. Ну, на сегодня вот эти рычаги воздействия на предпринимателей практически отсутствуют, если так честно. Вот еще один пример. Вино, домашнее, нет никакой маркировки и явно не проходило никакую проверку. И главное, любое вино должно храниться при температуре не выше 21 градуса. Судя по погоде, сейчас не меньше 35 градусов тепла. А когда еще вино хранят в пластиковой таре, при такой-то жаре, вино просто превращается в яд, которым легко отравиться. Понятное дело, что контролирующие органы должны изымать такую продукцию и сразу же утилизировать ее. Сложно сказать, почему в самом начале курортного сезона данная продукция находится уже в реализации. Но и тот, кто покупает, должен сам понимать, что приобретая вот такую продукцию, которая хранится в непонятных условиях, в первую очередь сам подвергает себя опасности. Мы не можем работать в полном объеме, в полной мере, так как нет средств на то, чтобы развить эту лабораторию. Мы закупили некоторые реактивы. Вот сейчас у нас в планах руководство активно этим занимается, приобретение ряда оборудований, которые нам позволят расширить лабораторию. И, соответственно, мы будем исследовать различные продукты питания, которые и производят на территории Абхазии, которые завозятся на территорию Абхазии. Никакое вино не выдержит температурный режим, такой, как у нас есть, например, по дороге на Рицу. Естественно, два часа хранения вот этого неизвестного продукта в этих пластиковых упаковках, и это уже не... даже, вы знаете, если оно даже качественно выработано, например, его выдают там за домашнее вино, два часа в пластиковой таре это будет отравляющее вещество. В этом году вот мы уже планируем к сезону сертификация средств размещения. Это отдельная история, как говорится. А насчет алкогольной продукции и пчеловодства вот с третьего квартала начнем. И, я думаю, мы организуем такие внезапные... это однозначно внезапные проверки. Более того, отбора проб и предоставление этих образцов в Российскую Федерацию, в город Сочи. Для того, чтобы получить реальный анализ, исследование, что мы реализуем нашим отдыхающим, нашим гостям. В туристической сфере всей страны есть, конечно, и более глобальная проблема, которую невозможно не затронуть. Конечно же, это безопасность. Огромная территория заповедника и большое количество туристов требуют постоянного присутствия представителей правоохранительных органов и медиков. Конечно, нам бы хотелось, чтобы турист, когда находится в Рицинском парке, чувствовал себя безопасно, защищен, чтобы было здесь чисто, уютно, красиво. Вот, и поэтому вот в этом месте находился какие-то родливые такие вагончики, где ютились милиция, инспектора охраны, медпункта вообще не было. И мы, конечно, своим долгом решили, чтобы сделать симпатичное здание, которое вписывается в природу, под дерево, знаете, чтобы оно не было кричащим. И вот у нас на первом этаже медпункт, где получают туристы квалифицированную медицинскую помощь, и милиция, где, не дай бог, конечно, чтобы, не дай бог, какое-что-нибудь случилось, чтобы милиция могла оказать помощь и оказать содействие. На втором этаже у нас зал заседания, где мы проводим совещание, и инспектора охраны. Раньше инспектора охраны просто не ютились в каких-то, знаете, то в машине, спали, то в вагончиках, и они не несли круглосуточное дежурство. Теперь инспектора у нас, они несут круглосуточное дежурство, они не уходят ни зимой, ни летом. У нас летом, конечно, основная нагрузка, но зимой тоже, потому что у нас большой снег, бывают туристы, хотят приехать посмотреть заснеженную рицу, поднимается, а машина у них как-то то сломалась, то еще что-то, поэтому мы здесь вовремя, инспектора вовремя могут оказать помощь и оказать содействие нашему туристу. Зимой по-особенному, знаете, сложные погодные условия, снег большой и все прочее, мы стараемся как-то работать так, чтобы, ну, по максимально. Поэтому, как раньше было в отпуск без содержания, мы никого не отправляем, они у нас где-то порядка 28 инспекторов по всему Рицинскому парку, но здесь 4 инспектора. На самое вот это здесь Рицинское лесничество здесь 4 инспектора, которые несут службу, они сопровождают то до северной части озера, то на стоянку. Ну, в общем, они здесь практически вот эту зону контролируют и справляются со своими обязанностями. Безопасность как на суше, так и на воде, наверное, один из главных факторов, который дает гарантию на то, что гости уедут с хорошими впечатлениями и, возможно, еще не раз вернутся. Для того, чтобы следить за безопасностью на самом озере, в прошлом году 5 сотрудников парка прошли обучение в МЧС. Благодаря им сегодня не увидишь людей, плескающихся в озере, а тем более людей, катающихся под алкогольным воздействием на катамараны. Все хотят купаться, но мы не разрешаем. На озере категорически купаться запрещено. Мы уже к сезону подготовились полностью, это уже новая лодка нам дали в этом году, мотор новый, все, что имеем, все нам надо, говорим, начальство, они нам дают и стараемся, что мы тоже их подвели. Есть Норица и режимный объект, станция деривационного типа, в машинном зале три турбины. Именно отсюда поступает ток, питающий хозяйственные объекты на озере. С первого взгляда и не скажешь, что практически все оборудование аж 1947 года, но сотрудники все держат в идеальном состоянии. Для тех, кто здесь работает, можно сказать, 24 часа в сутки, руководство парка организовало все условия. Смотрите сами, комментарии здесь излишни. Смотрите сами, комментарии здесь излишни. У нас, конечно, такая основная проблема, это наши очистные сооружения. Мы обращались к коллегам в Турции, опять-таки они нам выставили сумму, которую мы просто не потянем. Но мы стараемся каждый объект, чтобы какие-то септики они у себя устанавливали, все, чтобы не загрязняли. Мы, конечно, провели канализацию с левой и с правой стороны. В озеро у нас вообще абсолютно ничего не попадает. Это единственная пасхарная схемия попадает в нашу канализацию систему, где просто механическим, как это были все эти годы, механическим способом идет очищение. Конечно бы хотелось, чтобы настоящие очистные сооружения, чтобы это все перерабатывать, и чистая водичка выходила в реки. Но пока у нас из-за финансовых трудностей, к сожалению, пока мы с этой задачей не справились. Говоря о Рисенском реликтовом национальном парке, невозможно не сказать о Ауатхаре. Жемчужина Кавказа, окруженная альпийскими лугами. Невероятная тишина и спокойствие, царящие в этих краях, привлекают сюда экотуристов со всего мира. Наш пансионат рассчитан на 80 мест. В прошлом году, к сожалению, зима очень рано началась, в сентябре выпал снег, и мы вынуждены были закрыться и прекратить все какие-то ремонтные работы. В последнее время все больше и больше популярность Ауатхара пользуется у местного населения. Если раньше 80% это были туристы из России и 20% из Абхазии, то сейчас точность это наоборот. Молодежь, семьи с детьми хотят подняться, отдохнуть. Здесь природа прекрасная, воздух чистый. Но у нас практически июль-август, практически уже у нас брони нет, все у нас забито. Мы решили приступить к ремонту второго корпуса. И вот в прошлом году мы начали, практически мы думали, что мы его завершим, но из-за того, что снег в сентябре выпал, дорога, в принципе, перестала функционировать, мы вынуждены были свернуть все работы и уехать. В мае месяце мы хотели приступить, чтобы уже к первому июню более-менее подготовить. Вы видите, здесь нет забора, еще нет детской площадки. Две недели, как дорога открылась, еле-еле мы с помощью спецтехники расчистили дорогу, потому что были снежные такие завалы, были деревья очень много в этом году попадало. Здесь было около трех метров снега. И вот мы только две недели так стали обустраивать. Но осталось, в принципе, немного. У нас уже пять домиков заселены. В общем-то, я думаю, что, надеюсь, что в этом году мы все-таки второй корпус добьем. Вы видите, мы, были два корпуса, они, как вам сказать, это постройка еще в советских времен. Мы их проверили на экспертизу. Они оказались совершенно непригодны для восстановления. И нам было рекомендовано их разобрать, потому что они, знаете, детишки бегают, могут зайти, забежать в это здание. А плита, не дай бог, упадет и поранит ребенка. И мы, конечно, разобрали эти два здания. И вот третий, который нам сказали, его возможно восстановить. И только нужны укрепительные работы. Вот у нас много времени занялись вот эти укрепительные работы. И большая работа была по планировке. Там были вот такие валуны, как-то вода стояла. Все, нам пришлось вот эти водоотводы делать, очень огромную работу. Мы многие деревья пересадили вот так аккуратненько, с трактором. Знаете, так это, чтобы не поранить корневую систему. Не вытащили, посадили. Вот сейчас мы хотим как-то так красиво обустроить. Уже заказана детская площадка. И здесь будет новая детская площадка, чтобы детишки могли отдыхать. Родители тоже отдыхать. И детишки, как вам сказать, играть на детской площадке. В принципе, мы уже более-менее готовы. Ну, мы сами, знаете, хотим только, чтобы изюминка какая-то такая особенная была. Чтобы удобно всем, красиво, привлекательно было всем. Мы, конечно, к своей работе критически относимся. Еще много недодела, которое мы видим и хотим это сделать. Я думаю, в течение двух недель мы это все закончим. Да, к сожалению, пока что нам не удалось второй корпус ввести, как говорится, в работу. Ну, что теперь делать? Я думаю, до конца этого года мы закончим. На следующий год уже будет у нас, как вам сказать, большее количество койко-мест. И уже у нас будут меньше сбоев, меньше. Знаете, люди хотят вот так, как это, расстроены. Ну, почему как? Почему мы не успели? Ну, что делать? Мы же не можем, понимаете, это горы. Здесь затраты большие. Нет электроэнергии, мы дизель, без топлива. Все это затраты большие. Но мы хотим, чтобы наше население отдохнуло, поправило свои нервы. Потому что все после войны, знаете, это же у всех нервные срывы, нервные какие-то расстройства. А здесь как-то отдыхают, успокаиваются. Мы хотим, чтобы как-то люди отсюда уехали, такие полные энергии, полные, как говорится, бодрости, духа. С хорошим настроением уехали из нашей Аватхары. Завершая небольшой обзор о деятельности парка, хочу коснуться цифр. В 2015 году валовый доход парка составил более 194 миллионов. В 2016 году более 213 миллионов. В 2017 году более 137 миллионов. В 2018 году более 141 миллиона рублей. К примеру, с 2010 года по 2014 годы валовый доход парка не превышал 66 миллионов. До 2014 года налог на землю уплачивался парком в год на сумму 399 тысяч рублей. С 2015 года эта сумма составила 2 миллиона 180 тысяч. Мы одна из таких крупнейших организаций, которая дает государству большие налоги. Вот по сравнению с предыдущими годами налоговые отчисления в 10 раз больше. Вот это и 15-й, и 16-й, и 17-й, и 18-й и так далее. Мы порядка, вы знаете, мы 100 рублей с билета зачисляем в Гудауту, налоги. И вот, как я говорила, в 10 раз больше налогов мы отдаем республике. И на те оставшиеся деньги мы стараемся, вы видите, мы поменяли новые лавочки, новые мусорные баки, здания стройные. И вот после каждой зимы, когда 2-3 метра снег, все эти перила становятся, знаете, краску, мы подкрашиваем. Ребята все стороны, новые баннеры, новые какие-то названия, новые вот у нас карты, схемы. И вот дальше мы там разметочки делаем, где люди, как вам сказать, что безопасно переходили. Видите, народу много, кто-то, знаете, задевался, а тут машина едет. Мы все делаем, чтобы было безопасно, помогают нам и милиции, и сотрудники инспекторской охраны. Вот так, в принципе, с задачами справляемся, тьфу-тьфу. Ну, вроде бы, без всяких эксцессов уже пятый год у нас проходит. Лучше гор могут быть только горы. Наверное, с этим мнением согласится каждый, кто хоть раз бывал в горах. Если вы хотите увидеть нетронутую природу, то сейчас же садитесь в машину и езжайте в Ауатхару. С вами была Рината Шепаль. Субтитры создавал DimaTorzok